Когда в школьной тетради будет поставлена последняя точка и пройдут все выпускные экзамены, можно будет уже спокойненько сделать вот так и начать активную подготовку к выпускному вечеру. Что такое выпускной бал? Это когда родители покупают тебе самое красивое платье в твоей жизни, когда ты надеваешь каблуки, понимая, что не проходишь в них и до конца вечера, когда ты поверх всего этого помпезного великолепия надеваешь ленту выпускник, и в этот момент понимаешь, что все в твоей жизни меняется. В конце июня абсолютно всех школьников ждет выпускной вечер, и это мероприятие всегда вызывает бурю эмоций еще до самого праздника, особенно у девушек. Ведь скажу вам по секрету, абсолютно каждая выпускница мечтает стать королевой балла. Вы смотрите четвертый выпуск «Красивой битвы», и сегодня мы вместе с вами отправляемся на выпускной. На прошлой неделе в модном магазине встретились Анжелика и Майя. Они подбирали себе образы, в которых они могли бы отправиться в путешествие. Морской лук, синеволосый Майя против образа для европейских каникул юной Анжелики. Выбранные образы девушек оказались абсолютно разными и по стилю, и по форме, и по своей насыщенности. Членам жюри вновь пришлось сделать нелегкий выбор. Со счетом 2-1 в этот раз предпочтение они отдали девушке с необычным именем Майя, которая отправилась на римские каникулы, пусть и немного в спортивном, но, по мнению экспертов, в наиболее подходящем наряде. Сегодня за последнее место в полуфинале «Красивой битвы» поборются еще две девушки. Рыжеволосая бестия Анна и восточная красавица Лина. Но в этот раз о них расскажут не они сами, а их друзья. Мы познакомились с ней, она еще была совсем ребенком. Мы учились вместе с 5-го класса. Прилежная ученица, она всегда давала мне списывать. У нас одинаковая жизненная позиция с ней вместе. С этой стороны такое ощущение, как будто у нее нет отрицательных черт. Много всяких историй связывает, много гуляли вместе у нас, куча общих знакомых. Знаете, иногда бывает, человек видит кошку, она бы хотела ей помочь, собачку куда-нибудь приютить. Такой очень отзывчивый человек, очень добрый, в любой ситуации готова всегда помочь. Конечно, верю вообще в победу. Ну, в принципе, это ожидаемо. Мне кажется, что любых, которые есть у нас, она везде участвовала, то есть там парад невест, еще какие-то. То есть все, которые, она там везде участвует. Если она чего-то хочет, то она в любом случае добьется какими-либо способами. Ну, я уверена, что она победит. С Анной мы повстречались возле такого заведения, как Мести Бар. Я там ждал свою сестру, и она выходит из этого заведения и заметила меня, подходит ко мне и спрашивает, что это не вы, лысый мужчина, в порно снимались? Мне как-то очень это запомнилось. А потом выяснилось, что у нас очень много общих знакомых. Познакомились мы в институте, но потом выяснилось, что в детском саду, кажется, вместе были. Ну, Аня всегда душа компании. Ее всегда видно, она всегда в центре внимания, в любом заведении, в любой компании. Аня очень харизматичный и отличный человек. Характер у нее очень славный, на мой взгляд. Она очень веселая, жизнерадостная. Безбашенная. Это, наверное, полностью ее опишет, это слово. Мне всегда весело, интересно. Попробуй только кто-то загрустить что-нибудь, а не всегда ее разоселится. Я знаю точно, что она всегда поможет в трудных ситуациях и никогда не кинется. Добрая. Готова всегда помочь другу. Ну, я ее друг, как бы. Самый безбашенный. Прийти ко мне домой с Расташеей в пригородный пешком в 3 часа ночи. Это был звонок. Я сейчас приду. Я говорю, на чем? Пешком. Пришла. Я думаю, невысокие шансы на победу. Да, она не любит проигрывать. Всегда победитель по жизни. Шансы. Все шансы. Все. Привет, девчонки. Привет. Как настроение? Отлично. Мы познакомились уже не только с вами, но и с вашими друзьями. Впереди у нас последняя битва, после которой одна из вас выйдет в полуфинал. Волнуетесь? Немного. Чуть-чуть. Я понимаю, что все мы втроем школу с вами закончили давненько, но тем не менее предлагаю вспомнить ваш выпускной вечер. Лина, расскажи, пожалуйста, что для тебя твой выпускной? Выпускной. Я считаю, это один из самых волнительных дней любой девушки. Она готовится к этому очень основательно, ведь нужно выбрать наряд, аксессуары, обувь. Хотелось бы вспомнить это еще раз. Ты что расскажешь? У меня выпускного не было. Почему? Так уж сложилось. Но если бы все-таки у тебя была бы возможность отправиться на выпускной вечер, как бы ты постаралась выделиться на нем? Я бы, наверное, в силу своей будущей профессии, о которой я уже тогда задумывалась, что-то свое бы сшила. Отлично. Ты же у нас дизайнер. Расскажи, что бы это могло быть такое невероятное? Это могло бы быть какое-то авторское платье, потому что каждая девушка хочет выделиться, каждая девушка хочет, чтобы ее запомнили. И я даже не знаю. Наверное, постаралась бы что-то изобрести. Выпускной балл – это, безусловно, олицетворение красоты, юности и женственности. И каждая девушка в этот день хочет выглядеть с ног шибательно и оставить позади всех своих соперниц. Практически все, как в нашей битве. Ну что, вы готовы к самому быстрому шоппингу в вашей жизни? Готовы. Тогда поехали. Мы с вами выбираем образы для выпускного балла. И в конце нашей передачи определим королеву вечера. На выпускное надо что-то такое нарядное, красивое. Например, вечернее платье. Вот это платье будет очень круто смотреться с моими рыжими волосами. Вот, отлично. Быстрее. Вот, отлично, юбка. Очень хороший цвет. Вот с этой кофточкой можно. Можно попробовать, например, вот эту. Потому что синий цвет и севые оттенки сейчас как раз в самом тренде. Я на самом деле очень хорошо помню свой выпускной вечер. Я, как и любая девушка, хотела стать королевой балла. Поэтому я мудрить не стала и в этот вечер сразу пришла в короне. Гуляем для рассвета. Наверняка будет прохладно. Очень люблю длинные платья. Размеры, размеры. Очень крутой желтый комбинезон как раз такого неонного цвета. Но мне, к сожалению, такой цвет не ждет. Поэтому будем искать что-то еще. В шортах, я думаю, ну, выпускной будет как-то слишком вычурным. Вот шикарный платье. Думаю, оно мне подойдет по длине. И ничего лишнего. Мне очень нравится. Я думаю, эти туфельки в любом случае подойдут к какому-то из моих нарядов. Когда идешь на выпускной, никогда не знаешь, когда он закончится. Ходить на каблуках всю ночь задача просто нереальная. Поэтому я бы все-таки порекомендовала взять с собой балетки. Вот, отличный кладч. Туда я положу свою косметику, все самое необходимое. Так, розовое платье тоже очень классное. Но розовое с рыжими волосами это признак дурного тона. Например, можно попробовать вот это вот шифоновое платье. Очень легкое, как раз на лето, в стиле принцессы. Туфли можно попробовать, сыграть на контраст. Так, можно как раз зеленым управлять платье, взять тон в тон зеленые туфли. Очень важный детальный выпускной – это кладч, в который можно скинуть все свое имущество, а также положить балетки. Кстати, можно взять балетки, потому что весь вечер на выпускной плясать встанешь. Поэтому нужно будет переобуться. К примеру, вот такие тоже актуальные в сезоне в этом балетке с прозрачными вставками. Очень жалко расставаться с короной, но мы обязательно должны выбрать сегодня королеву вечера. По-моему, я уже достаточно много вещей набрала. На это у меня ушло не так много времени. Поэтому лучше все оставшееся время я потрачу на то, чтобы все это примерить. Отличное платье. Чего-то не хватает, я забыла аксессуары. В кладче можно выбрать что-нибудь летнее веселое, потому что мы молодые, выпускной, ему надо одеваться ярко. Вот как раз тот самый вкладч, в который могут поместиться наши балетки. Кроме балеток сюда можно положить, например, еще очки, потому что он будет светить очень ярко и солнце. Нужно беречь свои глаза. Вот, например, вот эти вот очки. Можно взять какие-нибудь аксессуары. Слишком громоздко. Не подойдет, наверное. Ну, может быть, несколько браслетиков. Очки. Как ты думаешь, подойдут? Чтобы подчеркнуть изящность шеи, возьмем сережки. У меня уже сейчас отвалятся руки, поэтому давайте побежим в примерочную. Кстати, 24 мая в Оренбурге прошел уникальный проект, который организует компания Уфанет и администрация города Оренбурга. Он называется «Весенний балл-2014». Более двух с половиной тысяч школьников отметили свой выпускной в одном месте – в сквере имени Гагарина в национальной деревне. Синхронно они вышли в ритме танца полонез и станцевали еще три танца – сертаки, бранль и вальс. Мы, кстати, решили проверить, помнят ли наши девушки школьный вальс. Именно поэтому еще до праздника мы пригласили их на одну из репетиций со школьниками. Давайте вместе посмотрим, что из этого вышло. Танец был очень хороший. Немного не умеют еще танцевать, но было весело. Впечатление пипец. Последний раз я танцевала в садике. И, как я говорила, уже девочки, занимайтесь спортом, а не ешьте. Потому что, если бы не мое мороженое, все бы было вполне годно. Какая-нибудь? Ну, надо еще научиться немного. А так очень веселая девушка. С мороженым было очень весело. На урока два-три и будет совершенно танцевать. Впечатление масса очень понравилось. Я совсем забыла, как это делается. Но я думаю, надо освежить память и еще раз попробовать обязательно. Учить тяжело, но можно. Первый раз просто девочки немножко, может, испуганные, но у них все получается. Пару уроков и все можно. Хороший партнер. Надо с ним и продолжать учиться. Что для тебя лето? Лето – это солнце, отпуск, море. Обязательно каждый год. Любишь пляжный отдых? Да, очень люблю. А на даче? Иногда тоже можно съездить. Любимый предмет в школе? География. Самая дальняя точка мира, в которой ты была? Байкал. Куда мечтаешь поехать? В Чили, в Новую Зеландию и в Норвегию. В Норвегию смотреть «Северное сияние». Чего бы ты ни стала делать даже за большие деньги? Прыгать в тарзанки. Телевизор смотришь? Да. Как относишься к реалити-шоу и веришь ли в их честность? Честно не очень. Не смотрю я реалити-шоу. Почему участвуешь в нашем шоу? Просто интересно стало. Попробовать свои силы. Любимый предмет одежды? Шорты. Что самое главное в образе? Общая гармония и актеры. Хотела бы ты поучаствовать в конкурсе красоты? Нет. В одежде какого стиля тебе комфортнее всего? Наверное, в кэжел. Необходим ли девушке спорт? Да, конечно. Вот я им. Сопросы обнимаются, поэтому. Твой главный недостаток? Главный недостаток – я много ем. А достоинства? Я умею признавать, что я много ем. Я не знаю, да. Я умею признавать, что я много ем. Любимое слово «паразит»? Не на камеру. Умеешь ли ты прощать? Ну, после того, как я там еще, наверное, да. Субтитры называют Ich kann nicht genug bekommen When they've just arrived I know exactly when Oh, I'm feeling so alive But I know when they're gone again I'll have to find me another man La, 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 la La, 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 la La, 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 la Этот комплект я подобрала для выпускного балла По нескольким причинам Мне очень нравится этот яркий солнечный цвет Длина платья очень подходящей Небольшой шлейф Также маленький плач В который я могу положить все самое необходимое Ну и небольшое украшение Мне кажется зеленый, салатовый Очень хорошо сочетается с желтым цветом очень свежо, по-летнему, ярко. И туфли, кстати, оказались очень удобными. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают В этом сезоне по модным тенденциям тоже этим руководствовалась Плессировка у нас по-прежнему актуальна Туфли также выбраны с золотыми ремешками, потому что это достаточно актуально на сегодняшний день Ну и, соответственно, к ним украшения И так как я хотела сегодня быть выпускницей в греческом стиле, соответственно, я выбрала такие надлежащие украшения Которые соответствуют греческим женщинам Субтитры создавал DimaTorzok А наши члены жюри тем временем все в сборе и уже готовы дать объективную оценку образом девушек Давайте их послушаем Почему-то сразу на ум приходят слова И так, мои дорогие, сегодня вы вступаете во взрослую жизнь И вот тут наступает дилемма Потому что любая девушка, безусловно, вступает во взрослую жизнь Но современная девушка не хочет делать это в наряде принцессы Пышные бальные платья уже не столь актуальны Я не могу сказать, что результат, который я вижу на фотографиях, меня радует Безусловно, это две очень ярких девушки Первая девушка, о которой я сегодня буду говорить, Аня Она выбрала весьма простой и весьма незатейливый наряд Цвет платья, я бы сказала, ее не украшает Нет, безусловно, сиреневый очень красивый цвет Он может украсить любую девушку Я бы сказала, что это не ее тональность, как минимум Мне кажется, во-первых, оно простовато Во-вторых, оно не подходит ей по форме В-третьих, оно не подходит ей по цвету И в-четвертых, оно не является платьем для выпускного балла Лина, красивая, яркая девушка в желтом Она привлечет внимание любого мужчины И она привлечет внимание любой женщины Безусловно, очень красивая гармония И меня очень нравится цвет клатча Потому что это комплементарная гармония И желтый и зеленый цвет друг напротив друга в грамматическом круге Очень хорошо дополняют друг друга Я считаю, что Лина тоже не совсем справилась с этой задачей Потому что платье, на мой взгляд, слишком простовато Лина могла позволить любую что-то более необычное и более яркое Но она решила не идти по сложному пути Выбрала наиболее простой вариант И выбрала платье достаточно традиционное Друзья, приятно осознавать, что как никогда в тему и программы И сроки ее выхода, и вообще выпускную Это всегда здорово Наши сегодняшние конкурсантки Обе, как я считаю, находятся в формате Предложенном ведущим Они, несомненно, выглядят лучше, чем я сегодня И больше похожи на выпуск вичами А если серьезно, то задача непростая Потому что девушки очень разные И любопытно видеть их в этой паре Тем более с таким заданием Наверное, выпускные у них прошли далеко не вчера Но они при этом решили вспомнить, как это было Первый предложенный кандидат на сегодня Это девушка с именем Анна Платье, которое она выбрала Оно, в общем-то, вполне себе такое подходящее Много аксессуаров – это хорошо С другой стороны, может показаться, что может быть перегружено Но оно имеет право на существование более чем Тем более, что когда это органично Это всегда здорово Девушка с именем Лина Экзотическая внешность Приятно, интересно и много улыбается Это здорово, уже приятно посмотреть Яркое платье, цвета солнца, цвета лета Аксессуары, сумка и шейная Да, украшения, все замечательно Каблук, разумеется В общем-то, все более чем прилично И смотреть на это, я скажу, приятно Все девушки мечтают быть принцессами в выпускной вечер Я уверена, что многие из них хранят эти наряды еще долгие годы Однако, выбрать выпускное платье – это нелегко Ведь это не просто какой-то вечерний туалет А гораздо что-то большее, интереснее, интригующее, я бы так даже сказала Две наших новых участниц – Лина и Анна Интересные девушки, яркие достаточно, я бы сказала Девушки выбрали правильное направление платьев Я хотела бы, наверное, все-таки отметить образ Лины На мой взгляд, он слишком объемный получился По той причине, что аксессуары, ну, они, наверное, все-таки здесь смотрятся больше в стиле наших прошлых передач Очень удачно Лина выбрала цветовую гамму Нежный такой пастельный цвет Что касаемо Анны, здесь как раз я хочу отметить ее удачный подбор аксессуаров В сочетании в сумке клатча и ожерелье То есть они, на мой взгляд, гармонируют Хорошо выбрана цветовая гамма, опять-таки, платье Удачно выбрана длина В этот особенный вечер все должно быть идеально И платье, и туфли, и макияж, и аксессуары И, конечно же, не стоит забывать о прическе Укладка, локоны или необычная стрижка Это может быть все, что угодно Главное, чтобы не как у всех Наша следующая рубрика для тех, кто еще не определился с прической Возможно, именно наш вариант подойдет именно вам Смотрим! Началась пора выпускных Все девушки наши хотят быть красивыми Платье подобрано, что остается прическа Прическа – это тоже очень важный аксессуар для девушки Сегодня у нас модель Екатерина Я решила предложить ей косу Коса будет с элементами вьющихся волос И мы решили также сделать живые цветы, добавить Подготовим волосы Сначала выделяем зону треугольник Мы ее накрутим потом А основную часть волос Немножечко завьем, чтобы красиво смотрелось в косе У данного вида косы есть небольшой секрет То есть ее можно заплести просто из двух прядей Она получится не объемной А можно сделать объемной То есть из серединки взять немножечко прядей и приподнять их Получается очень красиво и объемно Сначала выделяем зону треугольник Нашу косу мы не будем плести полностью Мы доплетем до половины, чтобы оставить подчеркнутые локоны Следующим нашим этапом будет последняя наша часть Которую мы сейчас накрутим И уже будем располагать на нашей косе Я хочу немножечко придать объем у корня То есть делаю такой легкий начерк Так как у Кати очень длинный волос И волна, если оставить ее слишком длинной и распущенной Волна очень сильно быстро оседает Поэтому мы ее красиво распределяем, закалываем Можно использовать как невидимки, так и вот такие маленькие шпильки Ну вот, прическа наша практически уже завершена Осталось добавить элемент Это живые цветы Крепятся цветы как на шпильки Что на крупные, что на мелкие, что на невидимки То есть кому как удобно У нас все уже завершено Все готово Чтобы не было видно резинку Мы берем прядку волос И заматываем нашу резинку волосом И фиксируем лаком Чтобы хорошо держался волос Я думаю, любая девушка будет рада такой красивой косе Мы косу сделали за примерно 50 минут В домашних условиях тоже можно это повторить Если хорошо потренироваться Все получится у вас Девушки, вас с наступающим выпускным Будьте всегда такими же красивыми, нарядными Делая вывод, я предпочла бы увидеть все-таки на выпускном балу Либо Наташу Ростову, либо какую-то другую современную девушку Пусть в более открытом, более сексуальном и более ярком наряде Который бы создал этот вечер поистине незабываемым Потому что выпускной бал бывает у девушки Все-таки один раз в жизни Но я же должна сказать свое осуждение Поэтому я говорю, что, наверное, на мой взгляд Аня проиграет в этой битве Обе девушки постарались Спасибо им, конечно, большое Но нам приходится сделать свой выбор И я с удовольствием отдаю свой голос Ане Выбирать всегда сложно и по-прежнему сложно Сегодня я отдаю предпочтение Лине Она явно постаралась Очень надеюсь, что в полуфиналах Она также проявит себя с не менее лучшей стороны И, может быть, даже еще ярче Друзья, сегодня мы с вами выбирали королеву красивой битвы И сегодня ей стала Лина Уважаемые девочки Желаю вам на вашем выпускном вечере Быть самыми неотразимыми И для этого не нужно тратить много времени Наши девчонки сегодня справились Всего за 15 минут Увидимся на следующей неделе Уже в полуфинале Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok